очень трудно пережить отделение от сына очки упали узнала болезни как ему вредила живет отдельно не бежала вытаскивать из-за поев сказал что я его бросила не отвечает на звонки не приезжает решила выдержать что можете посоветовать роза естественно он не звонит и естественно он обвиняет надо понять что вот у вас как вы говорите очки упали и вы решили что вот надо жить то по-другому и и может быть еще не совсем понятно как но понятно что по-другому и вы решили что нужно меняться что нужно выздоравливать становиться трезвой фундаментальной какие-то такие вещи а он ничего такого не принимал у него не было решения это не и и как бы нет у него готовности и не его желание а вот изменить поэтому он будет вести себя по-старому а по-старому это как вы вовлекать вас в треугольник карпана то что называется чтобы вы либо были спасителем его либо ну пытались быть либо агрессором до тираном он сделает из вас агрессора тирана если вы не станете спасителем сделает у себя в голове и попробует у вас в голове это тоже сделать он будет вас обвинять он будет давить он знает ваши трещинки и он будет давить на чувство вины и стыда как раз токсические о которых от карлы гаша екатерина спрашивали говорили он будет использовать это потому что он знает потому что в вашей семье он когда-то как и вы там своей так далее научился этим механизмом выживания научился вот этим нездоровым паттерном поведении он будет неизбежно ими по по пользоваться когда зависимый не звонит он знает что вы переживаете он может быть не знает что вы сейчас там в группе трезвости с казахстана злобина денису об этом пишите но он знает что вы переживаете он знает что есть вот это вот этот крючок и он за вас его цепляет решили выдержать я бы я лично поддержу это ваше решение считаю его правильным если для вас это важно вот но я считаю что без выздоровления выдержать это практически невозможно но только как-то заморозившись не знаю и не отделившись да а вычеркнув его из жизни возможно но отделение это другое отделение это процесс с любовью делаемый да это значит что нужно не просто стиснув зубы выдерживать а все-таки идти с этим и вы правильно делаете вот задаете здесь этот вопрос дальше на группах там не знаю с наставником с если там вы религиозный человек то со священником эти вещи обсуждать не для того чтобы получать советы а для того чтобы выносить это из головы чтобы не вариться в этом чтобы самой произнося это вслух уже притворять это в реальность в некую да то есть в выносить это в мир ну в общем здесь такие процессы опять же обязательно связанные с выходом из своей головы вот прежде всего опять же группы поддержка таких же как вы и и возможно поддержка специалистов в консультировании возможно если не справляетесь но не не такая уж это сложная проблема чтобы вот прям к специалистам обращаться на мой взгляд в том смысле что вы будете пробовать будете ошибаться будете переживать будете опять же говорю будете совсем в каких-то подавленных состояниях находиться и это нормально в этом тоже нет ничего страшного от этого не надо брать веревку и вешаться или там бежать убивать своего сына какой-то так сказать поддержкой да вот это значит что надо идти на группы говорить об этом говорить об этом